представь такую картину представьте вам 7 лет вы в пошли только в школу только пошли и вот как-то была физкультура и вы при но просто стоите ждете когда учитель даст вам какое-то новое там упражнение ну то есть учитель ушел на некоторое время и вот вы стоите около стены и подходит к вам мальчик петров мальчик и петров говорит а чё это ты к стенке прижат ты что дистрофик что ли и ушел а вы стоите такой что что происходит и и вы эта фраза вас очень сильно вклинилась да а вы просто прижаты ну вы к стенке облокотились потому что ну вот так просто просто стоите а вот он сказал и ушел и вас это вот эта ситуация записалась голову и она не просто записалась голову вы поверили в это понятно что кто-то мог вам еще кто-то сказать что-то там худенький так далее но вы поверили этому мальчику поверили что вы дистрофик ну что вы слабенький да там какой-то немощные что типа того поверили проходит там например весь это там вам 7 лет да вот только класс пошли в первый класс проходит какое-то время вы уже совершеннолетние вам 21 22 и вот эта мысль которая в голове да вот эта картинка она у вас голове до сих пор и вот вы случайным образом а может быть вам даже 24 может быть вам 30 вы случайным образом встречать этого петрова и эта мысль она же вы думаете об этом вы думаете ну да наверно он прав так она есть наверное я действительно худой а вот такой весь и вы все время эту фразу себя голове крутили и вы соглашались этим потому что так она есть да это действительно так она есть я худой и у вас не было были слабые достижения физической нагрузки то есть вы или постоянно болели когда хотели делать физическую нагрузку то есть вы согласились согласились с этим и вы считаете что вы действительно такой и вот вы встречаете петрова ну пусть вам уже 30 лет петров идет навстречу к вам. И вы поздоровались с ним. Он говорит, о, привет. Дим, привет. Или Миша, привет. Подходит Петров. И вы ему что-то с ним обсуждаете какое-то время. И он потом... И вы вспомнили вот эту ситуацию, почему-то она вас сильно задела. И вы ему озвучиваете, говорите, что помнишь, ты мне как-то сказал, неприятно было тогда, вот такой там был токсичный по отношению ко мне. А Петров говорит, что? Когда? Когда? Вы говорите. Ну, в 7 лет, помнишь, в первом классе ты мне это сказал? Или ты мне постоянно это говорил? Постоянно говорил и смеялся. Ты помнишь это? Ну, в смысле, вот как ты тогда был? Что я говорил, что ты дистрофик? Ты о чем вообще? Какой дистрофик? Я вообще... Я такое говорил? Серьезно? Нет, не было такого. Да вообще, классно мы с тобой так дружили. Классно общались. Да не было такого. Ты, конечно, был немножко замкнут. Не всегда хотел общаться, но вот было все нормально. А вы такие, да как? В смысле? Ты вот мне сказал вот тогда, вот я стоял тогда, вот ты что, у стенки, потом ты мне еще раз 50 тысяч сказал про это, что я дистрофик. Ты что? Ты постоянно высмеивал меня, и девочки смеялись там, помнишь? Марфуша, Марина там, Алифтина, они же смеялись, когда ты мне так говорил. Ты что? Ты что? Кто? Марфуш? А, Марфушку помню. Вообще классная девчонка. Мы-то классно с ними зажигали. А почему-то ты вот не хотел с ними никак зажигать. Как-то вот ты все время нас стороной обходил. И вот не помню я такого. О чем ты вообще говоришь? Ну и все, на этом мы закончили разговор с Петровым и ушли по своим делам. А бывает другой случай. Петров-то уже умер давно. Ну, конечно, это я мысленно его такое представляю. Ну, просто представим, что ситуация, что вы не встречались с этим Петровым. А Петров умер. Вот стечение обстоятельств сложились так. То есть, и получается, что и в первом, и во втором случае не было этой ситуации в голове у Петрова. А Петров не называл вас дистрофиком. А кто прав тогда? Если Петров был уверен, что он не называл вас дистрофиком, а вы уверены, что он называл вас дистрофиком, кто тогда прав? Кто прав? И получается, что вот вы, если вам там, допустим, 30 лет, отдали всю свою жизнь, какую-то там промежуток, да, 7 лет до 30 лет на подтверждение слов Петрова, который об этом даже не помнит. Вы не просто отдали на подтверждение, вы буквально в смысле слова следовали, следовали образу, который вам создал Петров, потому что ему было просто пофаново, весело. Он через 5 минут забыл о том, что вы дистрофик, пошел есть супчик и смотреть свой любимый сериал про черный плащ. Есть кто помнит черного плаща. А вы на протяжении всего этого времени думали о том, что Петров мудак и сказал, что вы дистрофик. А есть же другой случай, кто-то наоборот пытается доказать обратно, сказать, нет, я не дистрофик и впахивает в зале, убивает себя, ломает себе суставы, пытается всячески доказать Петрову в своей голове, что он не дистрофик. Есть другой случай. То есть он не согласился и постоянно доказывает обратно, а все равно не может доказать, потому что в голове Петров все так же начинает каждый раз, каждый раз он начинает в голове Петров говорить, ты дистрофик, ты дистрофик. кто-то впахивает, там уже на спецназ пошел, убивать людей пошел, там, не знаю, качком стал, пошел супермоделью, туп-моделью, голым там танцует, вообще максимально красавчик доказывает. А в голове все, Петров продолжает и продолжает говорить. Ты дистрофик. А потом встречайте Петрова, а Петров не делал такое? И да не было вообще такого. О чем ты говоришь, Миша? Ты что, пойдем лучше водки бухнем? А бывает же другой случай. Опять же, можно встретить Петрова, а Петров выглядит как бомж. Ему как бы 30 лет, а выглядит как старик. Старый, немощный, старик. Он может быть слишком большой, толстый, либо наоборот, он реально дистрофик. И он тоже этого не помнит. То есть, Петров скатился к какой-то степени. Какой он был в 7 лет, какой он был, ух, мальчик, а какой стал. И все это время вы мнение этого человека держали в своей голове. И не просто держали, а соглашались с этим мнением, реализовывали свои жизни. Либо, наоборот, мы сильно сопротивлялись и вкладывались максимально, чтобы вы, типа, не согласны. Во всех случаях вы проиграли. Не Петров проиграл, потому что Петров реально забыл. Какой-то левый чувак на улице сказал, ха-ха, смотри, он там идет. И что? И что? Что он сказал? Дальше что? То есть, по факту, вашей жизнью, вот я сейчас вот, я пытаюсь вас навести на озарение, осознание. Вашей жизнью управляют образы или мнения, мнения других людей, которые создают образ. И этот образ они цепляют на вас. И вы соответствуете какому-то левому чуваку, левой чувихе, не важно, что это может быть даже ваш родственник. Это вообще кто угодно. Это левый человек совершенно, который своего восприятия видит вас вот именно так. Но может быть, вы не такой. И уже через пять минут он забыл о том, что он сказал вам какое-то мнение и пошел есть супчик. Он вообще вас уже не помнит. А может быть, помнит, но у него совсем это по-другому в голове. А вы продолжаете в своей голове держать эту картинку. И эта картинка управляет вами. По факту, вами управляет человек, который о вас забыл, которому вы неинтересны. И таких людей в вашей голове огромное количество, которые управляют вашей жизнью. Эти люди не помнят о вас ничего. Но вы помните и продолжаете соответствовать этому. И это накапливается. Просто мнение других людей, но если вы избегаете мнения других людей, это одно, но это тоже не очень хорошо. Но если вы продолжаете общаться, все равно мнение будет появляться. И вы пытаетесь либо соответствовать этому мнению, либо пытаетесь доказать обратно. И во всех случаях вами управляют другие люди. Но вы пришли в этот мир не ради других людей. Ну, помогать людям, да, скорее всего, это неплохо. Я считаю, даже очень хорошо. Я тоже хочу помогать людям. Но вы пришли в этот мир не для того, чтобы подстраиваться под других людей. Вообще вы не для этого пришли сюда. Поймите, когда вы были сперматозоидом, вы не подстраивались под другие сперматозоиды, которые, скорее всего, морали. Эй, эй, слушай, тебе не сюда, тебе вон туда, в ту, там матка. Да нет, вон там она. Вы плыли, вам насрать было на других. Вы порвали, победили всех остальных сперматозоидов. Неважно, как это произошло, стечение обстоятельств или не стечение, не имеет значение. Вы никого не слушали. Вы дошли до цели самостоятельно, насколько это было возможно, не слушая мнения других людей. Вы победитель, понимаете? И сейчас, получается, вы попали в ловушку мнения других людей, образа, который в вашей голове, который вообще людям насрать. Он сказал сегодня, уже забыл спамить, сейчас вообще у людей проблема после коронавируса. Они вообще не помнят. Кто-то что-то ляпнул и пошел дальше. На этом все закончилось. А вы такие, Петров сказал, Петров сказал. Ну, в общем, я пытался вас распрограммировать, насколько это получилось. Продолжение следует...